На телеканале Кубань 24 продолжается тема дня. Спасибо, что вы с нами. Напомню, что вы можете тоже принять участие в нашей программе, писать ваши комментарии или вопросы эксперту в WhatsApp по номеру, который вы сейчас видите на ваших экранах. О сложной эпидемической ситуации с корью в России средства массовой информации сообщали еще в начале года. Правда, тогда больше говорилось о предотвращении распространения заболевания из Украины и некоторых стран Европы. На прошлой неделе, например, свободная пресса вышла заголовком «На юге России все чаще фиксируют заболевания корью». В статье говорится о вспышке в Крыму. На полуострове зафиксировано 35 случаев заболевания корью. Кроме того, отмечается, что случай заражения фиксируется сейчас в Ставропольском и Краснодарском краях. Летальных исходов пока, к счастью, нет. В середине ноября Роспотребнадзор опроверг слухи об эпидемии кори в Краснодаре, но тем не менее специалисты ведомства отметили, что наблюдают рост заболеваемости корью. В студии у нас зам главного врача специализированной клинической детско-инфекционной больницы Министерства здравоохранения Краснодарского края Лариса Алексеевна Лиденко. Лариса Алексеевна, спасибо огромное, что пришли. Я бы вначале хотел показать фотографию, попрошу режиссера вывести на экраны. Эту фотографию сделала наша коллега сегодня утром около подъезда. Она увидела вот такое объявление, что в связи с участившимися случаями кори просят предоставить документы в поликлинику, а всем тем, кто не привитым, необходимо, собственно, сделать прививку. Лариса Алексеевна, действительно, кори такое заболевание, которого следует бояться, и нужно предупреждать такими объявлениями. Насколько все серьезно? Кори серьезное заболевание, ее, конечно, стоит опасаться. Это непростая детская инфекция, непростое детское инфекционное заболевание, которое может быть абсолютно безобидным. Нет, никоим образом. Кори – это грозное заболевание и отмечается в настоящее время повзросление кори, когда кори болеют и взрослые. Связано это, конечно, с непривитостью нашего населения, да, с тем, что антивакцинальное лобби свою работу, собственно говоря, сделали, негативную работу, и у нас большой контингент непривитых детей и взрослых, подростков, которые не охвачены вакцинацией. Национальным календарем прививок предусмотрена вакцинация детей в возрасте 12 месяцев, то есть в один год, или вакцинация в возрасте 6 лет. Это позволяет ребенку не заболеть корью, учитывая, что эта инфекция имеет стопроцентную контагиозность. Что это значит? То есть при контакте с больным корью человек, который от нее не защищен, заразится 100%. Практически этот индекс приближается... А насколько этот тесным должен быть контакт? Вы знаете, вирус кори, он может мигрировать с потоками воздуха на различные расстояния, и по вентиляционным шахтам, и с этажа на этаж, ну, если так грубо говорить, да. Ну, конечно, это воздушно-капельный механизм передачи, путь передачи при непосредственном контакте, и он очень достаточно летуч, этот вирус. Поэтому его и обуславливается вот эта заразность этим вирусом. То есть даже не обязательно находиться в помещении, в одном помещении с человеком, чтобы заразиться? Не обязательно, да. Можно находиться на разных этажах, да, и вирус с потоками воздуха, как это устроена вентиляционная система в тех или иных учреждениях, могут передвигаться, достаточно летуч, и, конечно, человек может заразиться. Вакцинация обеспечивает защиту от этой инфекции. Прервемся на секунду. С нами на связи еще один специалист, начальник отдела эпидемиологического надзора, Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Софиета Черандуковна Тешева. Софиета Черандуковна, здравствуйте и добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая ситуация в крае с корью? Сколько случаев зафиксировано на этот момент? Ну, сегодня говорить об эпидемии в крае по заболеваемости кори, наверное, еще рано. У нас за 10 месяцев зарегистрировано в крае 42 случая кори, из которых 25 детей. Это, конечно, больше, чем в 2017 году, аналогичный период. И сегодня мы уже начинаем ряд мероприятий для того, чтобы принимаем ряд мер, для того, чтобы у нас ситуация не переросла в более плачевную. Но хотела бы сказать о том, что заболеваемость у нас в крае началась с завозных случаев. У нас 12 случаев. Нам завезли субъекты Российской Федерации, дальние зарубежья, ближние зарубежья, в том числе с Украины был завоз, с Таиланда был завоз и субъектов Российской Федерации. Конечно же, сегодня, если мы будем говорить о том, что у нас, каковы причины вот такой ситуации, ну, в первую очередь, основная причина, конечно, это антипрививочная пропаганда, которая у нас сегодня настолько усилена и настолько наши люди во все это верят, что очень сегодня сложно работать с населением, которое не понимает о пользе прививок. Ну, вторая бы причина, я бы, наверное, назвала то, что у нас и есть иммунное, вернее, население, которое не привито. Именно это те, которые не имели прививок или не имели, или переболели этой инфекцией, или отказались от прививок. Вот эти люди у нас сегодня и заболели. У нас 83% из числа больных, те, которые не имели прививок против кори. Сегодня эта ситуация находится на контроле и управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, и Министерства здравоохранения Краснодарского края. Сегодня мы проводим большую работу, то есть у нас в октябре произошла перепись населения, Краснодарского края. Мы сегодня выявляем ЛИС, у нас же еще иммиграционные процессы. К нам приезжает в край довольно-таки большое количество других субъектов, людей, которые не имеют никакого иммунного статуса. Поэтому сегодня все поликлиники города Краснодара, все поликлиники Краснодарского края открыты для проведения данной кампании. То есть любой, имеющий и понимающий, что это необходимо сделать, может обратиться в поликлинику и получить эту прививку. И если у нас все население края где-то в пределах 95-97% будет иметь эту прививку, то мы будем думать, что у нас все будет благополучно по данному заболеванию. София Черандуковна, скажите, пожалуйста, 42 случая вы назвали с начала года на территории Краснодарского края. Больше всего в Краснодаре, как в самом густонаселенном? Да, больше всего зарегистрировано случаи в городе Краснодаре. И еще 12 территорий края, на которых регистрируются единичные случаи. Еще один момент. Вы сказали, что пытаетесь остановить, да, очень много поступает людей с корью из других стран, из других регионов. Какая работа ведется? Что делается, чтобы не было распространения кори? Чтобы не было распространения кори, сейчас медицина наша работает по выявлению, еще раз по пересмотру планов, которые они запланировали и до конца года 2018, и на 2019 год. По пересмотру этих планов в плане увеличения, привлечения лиц, которые подлежат прививочкам. Поэтому сегодня мы и санпросвет работу проводим, и работаем с поликлиниками, и принимаем у них наши статистические формы, для того, чтобы понять, что нам надо сделать еще вчера. Поэтому сегодня мы подобрали уже тот контингент, который не имеет прививочек, для того, чтобы их пригласить в поликлинику и сделать эту работу. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Я правильно понял, что даже человек привитой может заразиться? Привитой человек может заразиться и может заболеть, но заболевание в этом случае, это единичные могут быть случаи, и заболевание в этом случае пройдет легко и без развития осложнений. Это как история с гриппом, да? Да, а коль, конечно, опасна развитием своих осложнений, причем специфических, потому что вирус кори, он и вызывает тяжелейшее поражение нервной ткани, центральной нервной системы. И могут быть вторичные бактериальные осложнения, это и отиты, и пневмонии, и бронхиты, и так называемый ложный круп, именно коревой. И самое страшное, это коревой энцефалит. Ну и у нас пока еще нет, а на Украине, я знаю, что есть летальные случаи. На Украине зафиксированы летальные случаи. В 2017 году, в Европе зафиксированы 35 случаев летальных от кори, потому что тяжелая ситуация во Франции, в Германии, из сопредельных в нашей стране, это Украина, Киргизия, Казахстан, там, где зафиксированы высокие показатели заболеваемости, в том числе летальные исходы. Лариса Акцент, насколько я помню, раньше прививка от кори была обязательная. Почему? Она и сейчас обязательная. Она и сейчас обязательная, и входит в национальный календарь прививок. Да, и единственное, что, конечно, родители должны позаботиться о здоровье своих детей, потому что любая вакцинация проводится с добровольного согласия родителей, а задача медицинского сообщества убедить родителей в необходимости привить своих детей, прийти в поликлинику, в годик привить ребенка. Детей доктор осмотрит, если нет никаких противопоказаний, будет сделана вакцинация. В 6 лет, перед тем, как ребенок идет в школу, тоже положено привить ребенка от кори. Это ревакцинация. Все остальные, и подростки, и дети до 18 лет, и взрослые от 18 до 35, и старшие от 35 до 55 лет, эти контингенты, которые не знают, болели они кори или нет, да, лица, допустим, они не знают, привиты или не привиты в детстве. Можно сделать прививку, а если опасаются, что там как-то ухудшит свое состояние здоровья, можно сдать анализ на напряженность иммунитета против кори и увидеть, болел человек или он был привит, то есть титры будут защитные у человека будут, которые не позволят ему заболеть кори в случае контакта с больным. Это и работники медицинских учреждений, сферы культуры, педагогические работники, социальные сферы транспорта, то есть там, где большая скучность, может быть, людей и тесные контакты. То есть еще раз, заболеть можно в любом возрасте кори? Заболеть можно в любом возрасте. А почему называют цифру 35 лет? Вот в некоторых источниках я видел, что после 35 лет обязательно больше вещи распределить. Ну, напряженность иммунитета снижается по разным данным от 7 до 10 лет. В некоторых источниках пишется, что, сделав прививку на 20 лет, человек застрахован от того, что он будет инфицирован в случае столкновения с этой инфекцией, он заболеет. Нет, если он привит, не заболеет, но, тем не менее, пусть вакцинальный иммунитет может тоже снижаться. И чтобы это проконтролировать, да, уже в более зрелом возрасте, может создать анализ на напряженность иммунитета. Если титры, которые защищают человека от кори, низкие, нужно просто сделать еще раз прививку, провакцинироваться. Особенно это касается вот тех категорий, которые я озвучила, тех лиц, с которых контакты очень широкие именно. Действительно ли осложнение от кори у взрослого человека, они серьезнее, чем у детей про кори? Да, повзросление кори, так называемое, и у взрослых кори может протекать более тяжело, именно с поражением и дыхательной системы, и с преимуществом поражением центральной нервной системы, с развитием так называемых поздних осложнений. Вот поэтому взрослые могут болеть тяжелее. И все-таки хотелось бы к детям вернуться, точнее, к их родителям. А чем мотивирует? Почему? Мне просто сложно понять, что мама ребенка может сказать, нет, не делать прививку от кори, ну не знаю, дай бог пронесет. То есть мотивация чаще всего, почему нет? Как правило, на этот вопрос, почему нет? Родители конкретно не отвечают, почему нет? Они читают различные интернет-ресурсы, пользуются различными какими-то такими популярными порталами, страницами, не знаю, социальными сетями, где достаточно широко себя позиционируют лица, которые пропагандируют антивакцинальную идеологию. Хотя нужно сказать, что родители этих детей, которые нынче не прививают своих детей, то есть бабушки и дедушки, они это своих детей прививали. И они не болеют, и они сейчас защищены от возможных инфекций, от которых можно защищаться. И поэтому, конечно, хочется призвать и родителей, чтобы проявили социальную такую сознательность, и родительскую сознательность все-таки привили своих деток, и бабушек, и дедушек, чтобы их дети привили своих внуков. Но тем более, что единственный способ профилактики – это вакцинация. Это вакцинация, бесспорно. И если произошел контакт с больным корью, и этот случай подтвержден, у нас есть 72 часа на экстренную иммунопрофилактику. В течение 72 часов ребенка или взрослого можно привить с целью, чтобы он не заболел. Если же есть противопоказания к экстренной иммунопрофилактике, к вакцинации, тогда... А что может быть с этим противопоказанием? Противопоказанием – это может быть и беременность, и аллергия на составляющие вакцины. Это есть антибактериальный препарат, гентамицин, и аллергия на куриный белок. Это компоненты вакцины, которые, если лица имеют аллергию к этим компонентам, конечно, они не прививаются. Это первичный тяжелый иммунодефицит, это тяжелые заболевания крови. Это все выясняет доктор перед тем, как решить вопрос, показана вакцинация или не показана. В тех случаях, когда имеются противопоказания, беременность – это тоже противопоказание, равно как и острые инфекционные заболевания или обострение хронических каких-то уже имеющихся заболеваний у человека, это тоже может быть противопоказанием. Можно вести нормальный человеческий иммуноглобулин с тем, чтобы человек не заболел, если и есть противопоказания к вакцинации, живой коревой вакциной. Еще обычно очень много вопросов к самой вакцине. Это наша отечественная вакцина, которая себя зарекомендовала, и к ней вопросов нет. Вакцинация с 1968 года проводится в Советском Союзе, и нет статистики, которая бы убедительно свидетельствовала о каких-то тяжелых осложнениях или последствиях после перенесенной вакцинации. Поэтому я думаю, что нашей вакцине абсолютно можно доверять, и мы прииваем сейчас наших детей нашей отечественной вакциной. Еще из распространенных вопросов на форумах – это сколько времени до планируемой беременности, за сколько месяцев, неделю можно пройти вакцинацию от кори? За три месяца. От момента вакцинации против кори в течение трех месяцев желательно не планировать беременность. А мамы, которые кормят грудью малышей… Да, это у меня был второй вопрос. Вакцинация во время грудного скормления. Не противопоказания к вакцинации. Это не противопоказания. Сейчас 42 случая с начала года. Если сейчас все-таки Минздрав уже занялся серьезной этой проблемой, и народ все-таки пойдет в поликлинику делать прививки, есть вероятность того, что все-таки это пойдет на спад? Конечно. И не будет такой ситуации, как сейчас на Украине? Конечно. Однозначно. Если сейчас мы сможем привить тех детей, которые не защищены от кори, и взрослые, у которых нет убедительных данных либо о перенесенной кори, либо о вакцинации, конечно, это позволит оборвать распространение этой инфекции. Бесспорно. Если честно, я не помню. Скорее всего, делали, конечно, я думаю. Но если я пойду и сейчас сделаю прививку, хуже от этого не будет. Однозначно. Хуже не будет. Спасибо. Спасибо огромное, что пришли и ответили на вопросы. Напомню, что в студии у нас была замглавного врача специализированной клинической детско-инфекционной больницы Министерства здравоохранения Краснодарского края Лариса Алексеевна Лиденко.